Долгожданное событие. В молодёжном микрорайоне открывается 85-й детский сад. У входа администрация города и области, малыши и их родители. Заведующие вручают сертификаты на интерактивное и спортивное оборудование, а затем, самое главное, ключ от нового дошкольного учреждения. Момент истины – перерезание красной ленты. Во дворе нового детского сада – дорожки, песочницы, качели, деревянные машинки и 13 беседок. Ровно по количеству групп. Общая площадь – почти 18 тысяч квадратных метров. Но куда интереснее то, что внутри. Учреждение открывает свои двери для 240 детишек от 2 до 7. Строителям понадобилось всего 11 месяцев, чтобы возвести сооружение. При постройке особое внимание уделили медицинскому блоку. Изоляторы, кабинеты физиотерапии, ингаляционный, процедурный и массажный. Основное, что здесь применено – это вентилируемый фасад, который защищен керамогранитной плиткой, которая износостойкость десятилетиями. Утепление, санация именно стен, медплитой, которая позволит энергоемко использовать данное сооружение на сегодняшний день. То есть минимальные потребуются затраты на отопление. Работают здесь воспитатели и психолог, учителя музыки и физкультуры. Всего 21 педагог. Плюс скоро появится и дефектолог. Каждый день для детей расписан поминутно. Развивающие игры, полезный обед и здоровый сон. Детский сад уже успел стать для них вторым домом. А чем ты в садике занимаешься? Кушаем, спим и рисуем, и потом играем. А во что играете? Игрушки. Мне нравится кушать. А чем вас кормят? Кашей. Вкусная каша? А сладкое что-нибудь ешь? Маме ладко, когда мы давали. Особое внимание творческим способностям малышей. В музыкальной комнате с детьми поют, танцуют и устраивают концерты. Кто знает, может скоро и здесь зародится маленькая звездочка. Папа, ешка на земле, кружит звездам в серебре. Спорт обойти стороной нельзя. Под него отведены два зала. Физкультурный и гимнастический. Здесь же и все необходимое оборудование. Также в учреждении есть бассейн, рассчитанный на 20 малышей. У нас работает руководитель физ. воспитания по плаванию. Организуются занятия с детьми один раз в неделю. Дети от 3 до 7 лет. Планируется организация платных образовательных услуг. Тоже с детьми от 3 до 7 лет. Ориентировочно 2,40 будет стоить. Учреждение не просто современное, но еще и эстетически оформленное. Первое, что бросается в глаза – стены, рисунки, фотографии и даже стенд, посвященный бобруйским предприятиям. Мы сегодня присутствуем при открытии действительно не просто детского садика, а действительно детского центра, где нашли возможность педагоги реализовать максимальные возможности, которые сегодня в их арсенале есть. Вся та образовательная среда, которая на каждом сантиметре, даже коридора присутствует, она ярко о чем-то говорит. Здесь созданы все условия для детей с ограниченными возможностями. Есть пандус и два лифта. Плюс воспитатели занимаются с ребятами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Каждому особое внимание. Сейчас здесь три таких малыша. Всего в городе четыре учреждения, на базе которых организована подобная группа. Приходит ребенок веселый, обратно уже в садик хочет везти. Нравится тут ребенку. Тут воспитатель хороший, заведующая хорошая. И рядышком живем, и водить сюда ближе, чем мы раньше водили. Отдельного внимания достоин кабинет безопасности. Такие есть и в других школах. Но именно в этой собрана информация обо всех. МЧС, ГАИ, Красный Крест, Освод, Горгаз и Скорая помощь. Раз в неделю к малышам заглядывают сотрудники организаций и проводят уроки. В остальное время с детьми занимаются воспитатели. Класс полностью интерактивный. От рисунков на стенах до костюмов экстренных служб. Здесь малыши могут примерить на себя роль, например, спасателя или врача. Но главное в игровой форме узнать все о безопасности. Напоследок, пожелание новому учреждению. Оставить запись в книге почетных гостей – уже традиция. И один из первых памятных моментов. В городе сегодня замечательный праздник. И, конечно, праздник вдвойне для Первомайского района. Потому что благодаря поддержке нашего президента мы сегодня открываем новый детский сад. Сказать, как он важен сегодня для седьмого микрорайона, наверное, это будет мало. Потому что мы сегодня говорим о том, что основная масса жителей, которые живут сегодня в новом микрорайоне – это многодетные семьи. Микрорайон продолжает расти и развиваться. 35-я школа, 84-й и 85-й детские сады, бассейн, фок, километры многоэтажек, игровые площадки и прогулочные зоны. В Бобруйске создают все условия, чтобы молодые семьи строили своё будущее. В комфорте.